Дамы и господа, сразу следующий у нас спикер Дмитрий Кочурин, Quest Software. Пять причин для спокойствия IT-руководителя. Вашему вниманию. Коллеги, всем добрый день. Меня зовут Дмитрий Кочурин. Я консультант по решениям Quest Software. И сегодня расскажу вам в целом о вендоре, о ключевых направлениях, которыми мы занимаемся, и о ключевых продуктах, которые в этих направлениях есть. Давайте попробуем сначала маленький опрос. Кто знаком с Quest? Кто знает продукты Quest? Окей, ну примерно чуть больше половины. Это прекрасно. Да, на самом деле небольшой экскурс в историю. То есть компания Quest обладает уже больше, чем 30-летней историей. Первый продукт Quest появился в 87-м году. Это было решение для репликации между базами данных Oracle. И это решение до сих пор активно разрабатывается, существует и продается. Quest действительно глобальная компания. Ее клиенты существуют по всему миру. Больше 100 тысяч клиентов компаний есть. Из них большое количество также в России. И что важно подчеркнуть, эти 100 тысяч клиентов – это большие корпоративные заказчики, потому что все продукты Quest нацелены именно на корпоративный рынок, на крупные компании с серьезными IT-задачами. У Quest существует офис поддержки и разработки в России порядка уже больше 10 лет. В нем работает около 150 человек. Находятся они все в Петербурге. Ну и, наверное, чтобы подозрить этот слайд, основное, чем занимается Quest, чему посвящены продукты квеста – это управление корпоративной инфраструктурой. Собственно, что же мы подразумеваем под инфраструктурой? Какие компоненты? Ну, во-первых, базы данных, которые являются, наверное, ядрами любого корпоративного приложения и от производительности которых зависит производительность, опять-таки, любого корпоративного приложения. Ну и плюс ко всему, Quest начинал как компания с решений для управления базами данных. Вся остальная тематика, она появилась чуть позже. Устройства, серверы и рабочие станции пользователей. Мы с ними ровно так же работаем, инфидоризируем, управляем, обновляем, выполняем подобные задачи. Почтовые системы. Для почтовых систем Quest делает много аналитики. Ну и, наверное, Quest достаточно известна как миграционная компания. То есть компания, которая делает продукты для миграции данных на Exchange между старыми версиями Exchange и новыми, либо между конкурирующими почтовыми платформами и Exchange. Большая линейка продуктов у Quest посвящена работе с Active Directory. В первую очередь это разнообразные задачи по составлению отчетности, что и как есть в Active Directory, у кого и куда есть права. Это задачи по автоматизации каких-то рутинных действий, по добавлению в Active Directory логики. И, естественно, это задачи по отслеживанию изменений в Active Directory. Ну и облачные платформы под облаками. Давайте мы будем иметь в виду как частные облака, то есть системы виртуализации, которые развернуты непосредственно в компаниях, так и публичные облака типа Azure или Amazon. У нас есть решение для мониторинга и управления и такими системами. Решений у квеста больше сотни, поэтому обо всех об них я сейчас рассказывать не буду, просто остановлюсь на пяти способах применения наших продуктов и расскажу, наверное, о ключевых продуктах в каждой из этих категорий. Итак, первая тема — это мониторинг. Для мониторинга у нас есть решение Foglight. Foglight на самом деле покрывает далеко не только базы данных и платформы виртуализации, про которые здесь перечислены у меня, но я остановлюсь именно на этих двух направлениях мониторинга, как на самых популярных направлениях, которые мы видим. Наверное, немного не в том формате мы сейчас находимся, чтобы подробно рассказывать о самом продукте, но подчеркну самую, наверное, главную вещь, что Foglight — это не мониторинг доступности, который просто показывает, все хорошо или плохо. Foglight — это достаточно глубокий мониторинг производительности. И его основная задача даже не сколько мониторить, а помочь в разборе полетов, когда с производительностью что-то стало не так. Мы видим, что нагрузка на гипервизор повысилась, мы видим, что отчет, который обычно отрабатывал за полчаса, теперь почему-то работает час. Почему это происходит? Вот для ответов на подобные вопросы и используется в первую очередь Foglight. То есть это система, которая не просто мониторит и оповещает, она также записывает метрики, собранные в репозитарии, хранит их, строит по ним базовые линии и позволяет видеть, когда что-то происходящее выходит за пределы нормы. И достаточно легко найти, собственно, а почему такой выход за пределы нормы произошел. Наверное, последнее, что хотелось бы про этот слайд подчеркнуть, это список поддерживаемых платформ. Достаточно недавно Foglight работал только с системами индустриального стандарта. Сейчас у нас появилась поддержка достаточно большого количества решений, которые раньше жили в стартапах, потому что они open-source. В первую очередь, наверное, это MySQL, это Postgre, это база данных NoSQL, такие как MongoDB и Cassandra. И что касается систем виртуализации, помимо основных игроков рынка, таких как VMware и Microsoft Hyper-V, мы поддерживаем платформу частного облака OpenStack и мы поддерживаем Linux виртуализацию KVM. Ровно так же мы можем мониторить и управлять теперь и этими системами. Управление. Под управлением, давайте я отмечу основной наш продукт по управлению парком рабочих станций и серверов. наш продукт называется Кейс. Какие основные задачи этот продукт выполняет? Ну, во-первых, сбор информации, то есть инвентаризация о том, что у нас есть в нашей инфраструктуре. Собираем информацию мы как с компьютеров, так и, в принципе, с любых сетевых устройств, у которых есть IP-адрес, из которых можно хоть каким-то образом через SNMP или через Телнет получить какую-то информацию, собрать и получить. Для компьютеров мы собираем, естественно, информации больше, мы собираем статистику о том, какие пользователи компьютером пользуются, мы собираем статистику о том, какой софт и каких версий установлен на этих компьютерах, и, что самое главное, мы собираем статистику по использованию софта. Для чего это нужно? Это нужно для функционала учета лицензий, потому что, окей, у нас может быть в компании 100 установок Adobe Acrobat Professional. Можем ли мы быть уверены, что действительно все эти 100 установок нужны пользователям, у которых они развернуты и действительно используются? Очень легко, используя кейс, мы можем получить отчет, сколько из этих 100 установок использовалось на этой неделе, сколько из этих 100 установок использовалось хоть раз бы в этот месяц, сколько из этих 100 установок не запускалось вообще ни разу никогда, и не очень понятно, зачем пользователю эта коммерческая лицензия нужна, и не стоит ли ее удалить, и таким образом освободить фуллицензий для кого-то еще. Раз мы начали говорить про ПО, то помимо того, что мы отслеживаем его наличие и умеем считать, мы также умеем обновлять ПО и устанавливать новые программы на группы компьютеров в автоматическом режиме. Про обновления, наверное, хотелось бы особо подчеркнуть, что мы обновляем не только стандартные патчи, которые можно получить через Windows Update и его корпоративные альтернативы, мы также работаем с порядка 30 вендоров популярного бесплатного ПО. Это браузеры, такие как Chrome и Firefox, это Java локальная, это Acrobat ридеры. Ну вот первое, что приходит в голову. И также обновляем их. Казалось бы, нет особой проблемы с их обновлением, потому что все эти программы обновляются сами самостоятельно, но не забываем, что в корпоративной среде у пользователей традиционно нет прав локального администратора. Поэтому все, что пользователи видят, это мигающий значок, где Java просит его обновиться, потому что нашлись критические уязвимости, а сам пользователь сделать ничего не может. Соответственно, кейс закрывает эту проблему и обновляет не только Windows и не только компоненты, выпущенные Microsoft, но и другие сторонние компоненты, которые часто находятся на рабочих станциях пользователей. Ну и, наверное, последний функционал, кейс, про который хотелось бы сказать, это функционал по развертыванию, массовому развертыванию образов с операционной системой по сети. Этот функционал может быть актуален, если компания покупает компьютеры без операционной системы и необходимо готовить рабочие места к пользователям. Ну, либо для тех сценариев, когда компьютер забрали на ремонт или сотрудник ушел, ему компьютер забрали, его просто необходимо вычистить. Вот для подобной массовой накатки образов либо по сети, либо через специально подготовленные флешки и может использоваться кейс. Наверное, перед следующим слайдом скажу, что через полтора часа у нас в демо-зоне будет демонстрация как раз продукта кейс и функционала по сетевой загрузке и установке и функционала по управлению уже имеющимися рабочими машинами и операционными системами. Третья категория, про которую хотелось бы упомянуть, это миграция. Здесь я не буду останавливаться на каком-то одном продукте, просто еще раз напомню, что в основном, когда мы говорим про миграцию, мы подразумеваем миграцию учетных записей между Active Directory и Active Directory и миграцию почты между старыми версиями Exchange, между такими системами, как Lotus Notes и, соответственно, Exchange текущей версии, развернутым on-premise или развернутым в облаке. Для нас направление здесь неважно. Самая главная вещь, которую хочется подчеркнуть про миграцию, что миграция делается максимально независимо для пользователя. То есть, если мы говорим про миграцию из одного леса Active Directory в другой леса Active Directory, то все, что нужно сделать пользователю, это просто не ошибиться и ввести тот же самый пароль, с которым он логинился всегда. По факту, его рабочая станция уже может быть в другом лесу, он работает с ресурсами в другом лесу, но для пользователя, для конечного человека, который работает за компьютером, не изменится абсолютно ничего. Ровно то же самое мы можем сказать про миграцию почтовых систем. То есть, я всегда смогу увидеть тот же самый список контактов, который у меня есть, я всегда смогу отвечать на все письма без каких-либо сбоев, при этом по факту я могу переехать в другую экченч-организацию, но я пользователь, мне не надо знать, что такое экченч-организация, для меня все должно пройти максимально прозрачно и максимально незаметно. Ну и, наверное, такой маркетинговый факт в конце мы упомянем, что решение квеста для миграции это на рынке решение номер один по количеству смигрированных пользователей с использованием наших продуктов. Защита данных и бэкапы. Здесь сначала я, конечно, упомяну, что у квеста сейчас есть полная линейка решений для защиты данных и восстановления, начиная от наших старых классических продуктов линейки Recovery Manager, которые позволяли делать гранулярное восстановление Active Directory и Exchange практически из-за любого бэкапа, сделанного сторонними инструментами. Помимо этого у нас появилась линейка продуктов NetVault, которая представляет из себя совершенно полноценное бэкап-решение, работающее с широким спектром операционных систем, поддерживающие ленточные накопители, поддерживающие сложные схемы бэкапа на диск, потом на ленточку. По факту решение, являющееся полноценным Enterprise бэкапом, и, наверное, что меня там коллеги просили подчеркнуть, сейчас квест занимает четвертое место на мировом рынке бэкапов по объему продаваемых своих решений. Помимо того, что у нас есть NetVault, про него, наверное, говорилось на предыдущих похожих мероприятиях, я расскажу про самое новое решение, которое у нас появилось, называется оно CoreStore. Для чего? Что из себя представляет CoreStore? Это нас, то есть сетевое хранилище данных, адаптированное и рассчитанное на хранение бэкапов. Почему именно на хранение бэкапов? Потому что CoreStore, во-первых, дедуплицирует приходящие на него данные, дедуплицирует их на лету и сжимает при возможности их, естественно, сжать. При этом устанавливается CoreStore на любой сервер, где есть достаточное количество места. Это может быть виртуальная машина, это может быть железный сервер. Самое главное требование, чтобы этот сервер имел возможность установить на себя CentOS седьмой версии. Это стандартная операционка, на которой CoreStore базируется. После этого мы ставим на этот CentOS один пакет и буквально через пять минут мы получаем полноценно работающий NAS с дедупликацией, с шифрованием и с сжатием данных. И очень важный момент, что помимо того, что мы данные дедуплицируем и сжимаем, мы можем их реплицировать между несколькими CoreStore. При этом при репликации будет также учитываться то, что данные дедуплицированы. И, допустим, если мы записали на один из CoreStore в бэкап, который по факту состоит на 90% из старых данных, то реплицироваться на другие железки будут только оставшиеся 10%, но не полный объем бэкапа, который у нас есть. И поскольку CoreStore может быть как физическим, так и виртуальным, мы легко можем использовать его для бэкапа в облако. То есть развернуть виртуальную машину на облачной площадке, при этом мы имеем к ней доступ как к обычному NASу, развернутому на нашей стороне, но по факту данные лежат в облаке, данные защищены от локальных катастроф, которые могут случиться в СОДе непосредственно самой компании. И, кажется, да, это последний мой слайд. Решение по безопасности. Здесь, наверное, начну с того, что у квеста есть продукт Change Auditor, наверное, один из самых популярных наших продуктов. Задача Change Auditor – это собирать информацию о действиях пользователей и администраторов в сети Microsoft Windows. То есть по умолчанию Change Auditor работает с Active Directory, где отслеживает изменения состава групп, сброса паролей, создание новых пользователей, ну, подобные вещи, которые происходят в Active Directory. Также Change Auditor работает с файловыми серверами на основе Windows, где отслеживает доступы пользователей к файлам, попытки их открыть, успешные или неуспешные, удаление, изменение прав на эти файлы, ну, то, что делается на файловых серверах. Есть Change Auditor для Exchange, который отслеживает доступы администраторов внутрь почтовых ящиков пользователей, если они вдруг зачем-то захотели это сделать. Есть Change Auditor для аудита входа в систему. Ну, их достаточно много. Всю линейку мы расскажем на нашем стенде, если вам это интересно. Самая главная проблема Change Auditor была в том, что большая установка, особенно если мы говорим про аудит файловых серверов, могла генерировать несколько тысяч событий в час. И что с этими событиями делать? Мы их можем, естественно, хранить, мы можем поднять их для того, чтобы проанализировать какого-то пользователя перед его увольнением, например, и посмотреть, что он делал. Но в любом случае объемы событий были очень-очень большие. Поэтому сейчас, буквально на прошлой неделе, вышел новый компонент Change Auditor. Называется он Change Auditor Threat Detection. И задача этого продукта, анализируя те события, которые уже собираются Change Auditor, и, может быть, не несут себе ничего криминального и подозрительного, анализируя эти события, мы строим базовые линии поведения для каждого пользователя, информация о котором есть в Change Auditor. С каких машин он заходит в систему, с каких локаций это происходит, во сколько обычно это происходит, заходит ли пользователь системы по выходным или по выходным он никогда не работает, какие операции пользователя происходят, в каких папках он работает, правит ли он AD, есть ли у него такая возможность, или он этого не делает. И на основе подобных базовых линий мы ловим события, которые не попадают в них и вызывают как раз именно подозрения. И на основе таких событий уже мы пытаемся выстроить цепочки действий, которые однозначно аномальны. Ну, например, у учетной записи было несколько попыток ввода неправильного пароля, после этого был успешный логин, после которого мы увидели большое количество обращений к файловому серверу. Явно подобрали пароль и пытаются чего-то списать. При этом, ну, это один из большого количества сценариев и цепочек, которые отрабатываются автоматически в Thread Detection. Ну, главная поэтому здесь идея, что Thread Detection — инструмент, который автоматически, без участия администратора безопасности, помогает разобраться в большом шквале событий, которые собираются в Ченча-аудитрах, и указывает на самые главные и самые основные ключевые из этих событий. Да, теперь, наверное, последний сайт. Последний слайд, на котором, да, я просто хотел напомнить, что у Quest.com есть сайт, на котором выложены абсолютно все продукты, о которых я рассказывал сегодня, и все остальные продукты там тоже есть. Про них можно почитать общую информацию, что эти продукты делают, как они работают, там же можно скачать демо-версии любых продуктов, протестировать их в своей среде и убедиться, что то, что я вам сегодня рассказывал, соответствует действительности. Коллеги, спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, да.